Всем привет, с вами как всегда Гофыч и мы продолжаем прокачивать новую ветку, блин, ой, я даже не знаю что ребят говорить, с каждым днем, с каждым часом становится хуже и хуже в рандоме, потому что с каждым часом игроки начинают прокачивать новую ветку, тем самым уничтожая баланс. Прям реально в пух и в прах, они его уничтожают. Ну и я конечно же не исключение, ЛВ-7 на ваших экранах, вчера я провел стрим на данном танчике, ой, как бы, блин, прикольно то, что есть броня, но с другой стороны, кроме этих танков, в рандоме других танков как будто бы и не существует. Вроде бы есть какие-то там 1-2 залетных танчика, там КВшки какие-то катаются, я не знаю, но знаете, они ничего с вами сделать не могут. Ну они просто стреляют, это такой, ну стреляй, удачи. Данную ветку нужно срочно фиксить. Под прошлым видео я спрашивал у вас, как вам данная ветка, там наверное процентов 90 просто все кричат, вопят, я не знаю, орут в голосину и говорят то, что ветку нужно срочно фиксить. Кто-то говорит то, что ветка имба прикольная, но приколы заканчиваются, когда из 14 человек играет 11-12 человек на данной машине и вы просто друг друга не можете пробить. Почему вы не можете пробить? Да блин, даже 150-200 миллиметров недостаточно, чтобы пробить даже танк 6 уровня, вы понимаете? Только фугасы, только фугасы, и то вот ты стоишь, стреляешь по 30, 60, ну иногда по 100 урона. Ладно, давайте мы перейдем к ЛВ, 7-му у нас 167 миллиметров брони, да я не знаю, броня, броня, зачем о ней говорить? Так как ни одна ПТСА у 6 уровня не может нас пробить, и иногда даже мы рикошетим танки 7 уровня. Конечно, они нас уже пробивают, у них голда в разы круче, но их тоже мы рикошетить все-таки умудряемся. Да, так что броню, я думаю, смотреть вообще смысла нету. Башня у нас крутится со скоростью 26,73, 1200 единиц здоровья, а по пушке у нас 4,6 секунд времени сведения на 100 метров 0,380. Ну как бы, блин, на самом деле довольно точно, ну что-то как-то стреляем, попадаем. Урон в минуту 1853 единицы, как по мне это очень много, потому что перезарядка быстрая, урона как-то до хрена. По сравнению с тяжелыми танками-сверстниками, блин, пушка здесь очень даже имбовая. Время перезарядки 8,42 секунды, 150 мм пробития на бронебойных, на голде 200, фугасы 44, 260 урона на бронебойных, на голде 210, фугасы 350, вверх 15, вниз 7 углов. Мне подсказали в комментариях то, что когда ты используешь вот эти бронелисты, подвижность, там вот эти всякие параметры скорости управления у нас уменьшаются, и мы на 30% становимся медленнее, там поворачиваться, крутиться и так далее. Но я проверял на стриме, в гору я еду без бронелистов 16 км, с бронелистами 14. Разница никакая. Вот и все. Как хотите, так и живите с этим. То есть можно спокойно ставить бронелисты и кататься практически, ну, без каких-то дискомфортных условий. Да, конечно, чувствуется то, что танк стал, ну, как-то хреново поворачиваться, но это не мешает вам нагибать на нем и рикошетить все и вся от ваших сверстников. Максимальная скорость 30 км в час, назад 12, средняя 24. Скорость поворота 33 целых градуса. Тут как бы проходимость такая же. Проходимость очень хреновая, танк и без этого ни хрена не едет, так что когда ты езаешь бронелисты, ну, честно сказать, ни хрена ничего не меняется. Пошлите в бои, и я вам покажу то, что в рандоме творится реально полная жесть. Я не знаю, до разработчиков как-то надо достучаться, чтобы они начали фиксить эту ветку. Потому что если они ее не пофиксят, то с каждым днем, с каждым часом, я не знаю, с каждой минутой данных танков будет становиться все больше и больше. И в скором времени мы не увидим ни на одном из уровней танков других наций. На 14 танков всего лишь 4 танка из новой ветки. Но сейчас, сейчас, ребята, следующий бой и там будет жесть. Ну, кстати, да, танки на уровень выше, нас очень легко даже пробивают. Если ставят голду без голды, конечно, они шестой уровень вообще никаким образом не смогут пробить. Чисто вот онли голда, онли голда, и тогда у них появятся хоть какие-то шансы на нанесение урона. Ну, если фугасы ставить, конечно же, не будут. А так, на самом-то деле, вот я ставлю голду, ни хрена ничего не меняется. Ну, вот просто ты смотришь на шестой уровень, а его пробить никак нельзя. И только фугасы. И на каждом уровне, там вплоть до десятки, такая жесть творится. Там никаким образом нельзя пробить танки данной ветки. И хрен его знает, что с ними делать. Их можно крутить, но сами понимаете, блин, на таком танчике особо как-то не закрутишь. Нужны легкие, там, средние танки, чтобы хоть что-то, чтобы хоть что-то творить. Да. Все, уже 1400 единиц не пробития. Налегке. Держи. Неплохо, неплохо. Блин, зараза, по мне Т-34 попал. О, фугасы. Че, пробить не можешь, дружище. Сочувствую. Сочувствую. Блин. Голду, голду ставь, друг, ставь. Ребята не знают, что такое голдовые снаряды. Я даже... Ну, я им не знаю, как объяснить. Самое главное, чтобы у него пушка была топовая. Без топовой пушки он не... Ну, ничего не сможет сделать. Т-34. Танк. Танк седьмого уровня. Без проблем нас пробивает. Ну, получается, ВЛД и НЛД. Ну, семерки на это способны. Ребята, нужна помощь. Помощь. Да-да-да-да-да-да. Да-да-да. Жалко. Открылся. Открылся я все-таки под противника. Вот оно, мужики. Смотрите. У нас танки шестого и пятого уровня. И капец, сколько много новых танков. Сразу же включаем броню, когда подъезжаем к позиции. Не боимся вообще противников. Танки пятого уровня уже легко шьются голдой. Семерки нас также очень легко могут пробивать на голде. Стоим, короче. Держим направление всех противников. С тобой тут церемониться я не буду. Вопрос только один. Ладно, вопросов нету. Приехал тут, значит, противника. Решил по мне. Понастреливать. Согласен. Попробуем, попробуем. Но пока что не получается попасть. Вот лючок у нас есть. Единственная уязвимая часть это лючок. Это вообще. Ну и то он. Смотрите, какой он маленький. На бронебойных его вроде бы нельзя пробить. Да-да-да. Противники бессмертные. Озвучка, не знаю. Озвучка прикольная. Мне как бы... Мне озвучка как бы понравилась. Ну так. Забавная. Забавная. Иди сюда. Да что? Что же будешь с тобой делать, а? Не пробивается. Броня слишком прочная, говорит. Стой. Держи. Пробили. Давайте попробуем на бронебойных. Ну вроде очень редко пробивалось. Да. Ну тяжелее, тяжелее. Все же в разы тяжелее пробить ее. Получай. Придется теперь быть аккуратнее. 1990 уже не пробитие. Держи. Хорошо, ребята. И кто у нас остался? ЛВ4 понт. Ну там уже в принципе вообще без проблем. Потому что это танк пятого уровня. То есть вы сами видите, мужики. Вообще вот кроме лючка стрелять по танку... Ну куда? Куда стрелять? Вообще нету мест, куда можно его пробить. Только остаются фугасы и лючок. А лючок, сами видите, очень маленький. Это еще надо выцелить. А к тому же у нас сведение очень большое. Сами понимаете, там точности тоже особо как-то не очень-то и много. 0,380 на 100 метров. Это очень даже много. Как я и сказал, с каждым боем их становится все больше и больше. 5 танков у нас других наций. Остальные все новые. Новые танчики. Да, которых мы не пробить. Ну ничего мы с ними сделать не можем. Ладно, давайте все-таки отброшу я это дело. Стрелять. Стрелять, конечно же, голдой. Попробуем фугасами их попробивать. Это, конечно, очень веселое обновление. Не знаю вообще для чего это все разработчики придумали. Как по мне, можно было какие-нибудь другие танчики сделать. Ну, потому что сейчас рандом очень скучный. Разнообразия, ну вообще никакого нету. Все играют на данных танках. О, фугасики. Да какая разница. Прям это проблема, что ли? Нет, это не проблема. 42 единицы урона. Вот это проблема. 46. Ну стой ты, зараза. Ну не катись. Тебе сейчас дадут в бочину. Да что ж ты, попал в броню неподвижную эту или подвижную, хрен его знает. Но на данный момент она сейчас неподвижная. Давайте выкатываемся. Получай. И все, и все бои вот такие. Уже прошло 2 минуты от боя. Бой у нас идет. Фугасы у нас кончаются. Отстрелял я уже 8 фугасов. Воюем дальше. Вариантов других нету. Не откроешься, да? Да, он не хочет подставляться. Ох ты ж, 114 урона вылетело. Нормально. 355 единиц. Сюда. Единственный плюс. То, что у нас вот адекватный танк 7 уровня. И все. Мы спокойно вынесли противников вперед ногами. Не знаю, мужики. Вот вообще ничего не хочу говорить о данном танке. Потому что как-то грустно я даже хочу сказать. Геймплей сейчас однообразен. Все стреляют фугасами. Голдой. И как я вам уже говорил. Если в ближайшую неделю даже 2 не пофиксят данную ветку. То через месяц уже кроме данных танков не будет вообще ничего в рандоме. Потому что даже танк 10 уровня не пробивает ни одна ПТшка. А это уже повод задуматься. Субтитры сделал DimaTorzok